Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы обсуждаем тему, которая очень горестная. И в то же время она требует общественного внимания. Потому что со временем события как бы стираются. Их острота стирается. И на первый план выходит старое изречение, что смерть одного человека это трагедия, а смерть тысячи человек это статистика. И сегодня о статистике и о человеческих судьбах мы будем говорить с историком, человеком, который многие годы занимается расследованием, исследованием архивных, изучением архивов на темы Второй мировой войны. Это Владимир Алексеевич Богов. Или как он сам себя иногда называет, и как он себя позиционирует, Влад Богов. Добрый день, Владимир. Да, добрый день. Итак, наша тема сегодняшняя, это ваше последнее научное исследование. Это изучение судеб узников концентрационного лагеря Салваспилс. Как мы знаем, вокруг этой истории очень много противоречивых суждений. В последнее время выходили книги историков, которые утверждали, что судьба этих людей, которые там находились, в этом лагере, она не столь трагична. Это был трудовой лагерь для разных там, ну, антиобщественных элементов и так далее. И все, что говорилось о трагедии этих людей раньше, в советское время, это пропаганда и неправда. И на самом деле все было не так страшно, как об этом рассказывают. И как мы можем убедиться, посетив мемориал в Салваспилсе. Почему вы занялись этой темой? Почему вы решили открыть вот эти страницы, открыть человеческие судьбы, а не ограничиваться подсчетом статистики? Ну как, я уже занимаюсь этой темой более 10 лет. Пришел я, конечно, к ней случайно, не намеренно. И с течением времени начали открываться какие-то новые данные, которые для меня не были известны. И, как оказалось, они не были известны и очень многим тем, кто вокруг. Например, до 2011 года вообще не было издано на русском языке ни одного научного исследования по теме концлагеря в Салваспилсе. Абсолютно ни одного. Были воспоминания опубликованные, но вот чтобы с таким скоропотливым научным подходом никто не подходил. Были опубликации на латышском языке, до этого там несколько, может, три опубликации где-то от силы были. Они как раз-таки получили громкий резонанс в обществе после того, как в 2005 году этот лагерь назвали воспитательно-трудовым. И, конечно, волна пошла с тех пор, вот она до сих пор остановиться не может. Но, тем не менее, какие-то с течением времени начали открываться новые данные, новые факты, перепроверять их начали. Ну, в общем, дело с мертвой точки сдвинулось, и вот мы дошли до сегодняшнего дня к тому, к чему пришли. Результаты, конечно, много неоднозначные, можно по-разному оценивать, особенно если делать выводы о современном подходе, официальных современных подходов к течению этого лагеря. Они, конечно, оставляют много вопросов, но, тем не менее, они открывают какую-то новую информацию и новые взгляды. Но вот в течение времени покажут, кто был прав, кто виноват, и к чему мы придем дальше. То есть вы считаете, что даже можно вставить вопрос в такой плоскости, кто был прав, кто был виноват именно в те годы, или кто был прав и кто был виноват, или кто как трактовал эти события впоследствии, то есть историков? Я думаю, что это относится к современной оценке. То есть единой правды сейчас нет, поскольку нет самого важного, нет никаких доказательств того, чтобы одна или другая сторона была права. Ну невозможно назвать сейчас ни 100 тысяч погибших, ни 2 тысячи погибших. Ну нельзя ни одну из этих цифр обосновать документально, как-то научно. Нет обоснований. Поэтому это сейчас остается в области предположений. Вот мы, исходя из этих предположений, и строим пока что свое видение истории этого лагеря. Скажите, пожалуйста, какие источники вы использовали, когда начали изучать этот вопрос? Где вообще хранятся архивы? Были материалы расследования, которые проводились, может, по горячим следам, в 1944 году после освобождения Латвии? То есть имеется ли вся источниковая база в Латвии или нужно обращаться, допустим, в российские архивы или в архивы Германии? Если мы говорим о том, что происходило после окончания боевых действий на территории Риги уже, может, с октября 15-го года, с 15 октября 1944 года, то это, конечно, латвийский исторический архив, который у нас находится в Риге. И частично эта информация дублировалась в государственном архиве Российской Федерации. Когда готовили все отчеты в Латвии, вот в Латвийской СССР тогда, то они уходили, копии уходили в Москву, и часть документов вставала здесь. Вот. Если мы говорим о периоде строительства лагеря, это 1941-1944 год, первая половина, то это надо искать данные в немецком государственном архиве. частично оно находится там. Ну, самые разные могут быть источники, но вот два основных я назвал. Это вот Латвийский исторический архив и немецкий исторический архив государственный. И вам там удалось найти какие-то списки узников? Как вы установили имена? Вот, насколько я знаю, из предварительной беседы с вами вы установили 6 тысяч имен узников этого лагеря? Да, ну, я вот несколько лет, наверное, вот, уже, наверное, года 4 занимаюсь тем, что собираю базу данных на тех, кто прошел через этот лагерь. По самым разным данным мне удалось собрать информацию о том, где могут находиться эти списки. Я нашел в списке тех, кто прошел через этот лагерь. это так называемые эвакуированные беженцы из Советского Союза и территории, ну, территории России и территории Беларуси. Вот эти данные попали, были обобщены где-то, ну, может быть, в 44-м, в 45-м годах. Там были полные списки тех, кого вывезли в результате акции «Зимнее волшебство». Они, конечно, не полные, но, тем не менее, то, что человеку удалось набрать, их собирала монахиня Евсеева из Рижского троица Сергиева монастыря. И вот ей удалось собрать около 4-х тысяч имен, записать. Там, где ей удавалось, она записывала даже место, откуда они прибыли. И самое важное, она практически записала все, куда они были распределены на территории Латвии, эти узники. То есть, и стало, что детей брали, допустим, в какую-то приемную семью. И вот она на основе картотеки там, социального департамента, который распределял этих детей, все скрупулезно записала. И вот после войны я знаю, что этот список активно использовался. Им активно пользовались те, кто разыскивал родителей своих детей или дети своих родителей, искали ли родных. Вот они пользовались этим списком. Есть неоднократные запросы в архив с козьбой уточнить по этим данным, где могли быть или дети, или родители. Кроме того, в латвийском же архиве мне удалось найти список, составленный уже после войны, наверное, где-то он в 60-е годы собирался, такой обобщенный список всех тех, кто прошел через концлагеря, нацистские концлагеря в 41-43-й и проживают на территории Латвии, в тогдашней Латвии в 60-е годы. И вот оттуда можно было также почерпнуть, там были пометки, через какой лагерь прошел человек, и вот в том числе было список было около тысячи человек, из них половина больше была указана на Саласкелс. Также я собрал эту информацию. Копаясь дальше в архиве, я также нашел, что есть выписки из эстонского архива. Какого архива? В 60-е годы делал запросы в эстонский архив, и ему прислали списки тех, кто был вывезен из Саласкелса через эстонские тюрьмы дальше на территорию Германии. На поездах сняли списки тех, кто был отправлен из Саласкелса в Эстонию, и дальше уже там Шпутков или куда-нибудь дальше. И вот таких списков было два обнаружено мной, там в каждом из список содержало около 300 человек. Таким образом, 6600 человек можно было найти. Кроме того, я пришерстил весь архив чрезвычайной комиссии, которая хранится также в Латвии, просмотрел все дела, которые касались непосредственно узников Саласкелса. Там если упоминались какие-то имена, то я их выписывал, делал пометку, откуда я это взял и также вносил в свою базу данных. Потом последний этап у меня был прошерстить все воспоминания которые оставились после войны, современные послевоенные какие-то послевоенные из газет, публикации 1944 года, годов 1945. Максимально возможную информацию удалось обобщить. Тем образом, до сегодняшнего дня мне удалось собрать около 6200 человек. У нас есть звонки по телефону, мы работаем в прямом эфире, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, давайте мы послушаем радиослушатели. Добрый день, говорите ему, мы вас слушаем. добрый день, добрый день, есть автор форсайт, у него книга называется «Досье Одессы», там приводятся отрывки из дневника одного еврея, который был в лагере в Саваспилсе, документальный дневник, а вы не связывались с Израилем, у них же наверняка должны быть тоже документы про Саваспилс. Я связывался с Яд-Вашемом, непосредственно с одним из руководителей там проектов Ароном Шнером, кстати, нашим бывшим земляком, он из Лудзе, мы с ним давно уже знакомы, я с ним связался, попросил уточнить, есть ли в архиве Яд-Вашем такие списки какие-то, но вот мне не удалось найти. Кроме того, я связывался с нашим музеем «История евреев в Латвии», которая у нас в Риге находится, они тоже мне не смогли помочь, но дали ссылку на такой есть архив, в интернете он открыт, «Аролсон архив», и мне там удалось найти порядка 150, может, человек, которые были депортированы из Западной Европы на территорию Латвии в 1941 годах, и вот как раз-таки порядка 150 человек мне удалось оттуда выводить, вот таким образом чуть-чуть пополнился этот архив мой. Вот вы назвали монахиню Епсееву, а как ее звали? Ну вот, к сожалению, у меня имени пока ее нет, я не уточнил, как ее звали, но вот... Скромная женщина была. я использую фамилию. Понятно. То есть вы назвали ее не потому, что неуважительно относитесь, а потому, что просто не осталось в истории этого имени. Очень, ну, тоже подвижничество такое, да, человека, который стремился как-то зафиксировать следы людей, проходивших как, ну, для людей, которые их перемещали туда-сюда, это были, ну, бессловесные тени, наверное, в то время они не видели в них людей и, соответственно, не фиксировали по именам, но у нас есть такое, может быть, стереотипное мнение о том, что люди, ну, как бы немцы вот такие педантичные, они все фиксировали, там, дебет, кредит, прибыло, убыло, вот таких документов по прибытию, убытию из Саласпилса не нашлось? Ну, вот, к сожалению, вся эта педантичность немецкая была порушена в сентябре 1944-го, был сожжен лагерь вместе с его архивом, и поэтому мы сейчас путаемся в таких догадках. Все, что сегодня нам досталось, это архив социального департамента, который занимался распределением этих детей, когда их уже было принято решение убрать из лагеря и распределить или в детские дома, или по крестьянским хозяйствам. вот, было такое, в марте 1943-го года было опубликовано в газете ТЭВИ, что раздают подсобные рабочие и пастухи, и кто хочет, может себе взять через социальный департамент себе ребенка, или какую-нибудь семью, которая могла бы работать на хуторе какого-то хозяева. И таких записей в архиве около почти 3000 записей. То есть это 3000 фамилий или 3000 записей? То есть могла быть и семья, и мог быть девушка или юноша? Да. В основном это несовершеннолетние были. То есть социальный департамент занимался распределением несовершеннолетних. Ну, отдельно, конечно, он занимался и распределением рабочей силы, потому что все, кто распределялся из лагеря, они не должны были работать на хозяева где-то. То есть он либо в лагере работал бесплатно, либо он уезжал к хозяеву и там работал. Их распределяли по запросам самоуправления. Вот самоуправление присылало в этот социальный департамент, там нужно 10 человек. И вот социальный департамент высылал туда эти 10 человек. Кто эти 10 человек, там непонятно. Кого нашли, того и послали. Хорошо. А какое у вас представление сложилось о порядке организации труда вот в этом, но то ли концентрационном и концентрационном лагере смерти, то ли трудовом воспитательном учреждении. Какие свидетельства вы могли почерпнуть вот из документов, которые изучали? Что делали в лагере люди, там, как их кормили, каков был быт? Вот какие-то такие свидетельства вам удалось найти? Ну, эти свидетельства давно уже опубликованы, там мало чем отличаются друг от друга. В основном это был принудительный труд, очень много было мест работы, все зависело от запросов текущего времени. Вот необходимо было послать на завод или на каменоломни какую-то часть тузников, которые должны были сделать определенную работу. Я знаю, что очень много женщин из лагеря выслали на различные фабрики, в том числе ткацкие, самые разные. Вот на Тербота 73, там была фабрика Бастон, вот там очень много работали, очень много пометок на то, что выслали дальше на запад их. Они должны были работать, их прислали сюда с одной целью, они должны были здесь бесплатно работать. И а где им придется работать, это уже более случаем было. То есть их если условно распределяли эту фабрику Бастон, их туда перевозили на место, и они там где-то жили, ну в каких-то приспособленных помещениях, или их возили туда-сюда каждый раз? Нет, нет, они жили где-то на самой фабрике. Где-то им выделяло руководство фабрики место, и вот они на Балта, там тоже был промышленный текстильник, по-моему, там они работали. Ну, это выльгуцемси, да? Что? Выльгуцемси на улице Балта. Скажите, пожалуйста, из тех 6200 имен, которые вам удалось установить, какое количество людей осталось реально в Латвии, а какое было вывезено уже на дальнейшие трудовые задания в других странах? Вот, к сожалению, у меня нет такой информации, они есть зафиксированы, вот то, что они были в Саловпилсе, а как дальнейшая судьба их достаточно сложно определить. Есть какие-то пометки, что вот он был угнан туда-то или туда-то, но дальнейшая судьба его практически нереально проследить. В каком виде? Я могу сказать, что я сделал некоторую статистику, поскольку очень часто есть указания на год рождения человека, прошедшего через этот лагерь, и вот 56% это были несовершеннолетние, больше половины это были дети до 17 лет. Ну, что значит дети? Дети-подростки, это то есть от 12-13 лет или все-таки совсем маленькие тоже? От нуля до 17 лет. От нуля до 17, то есть более такое четкое подразделение трудно сделать. Ну, одним словом, как же все-таки можно расценивать вот этот акт о передаче этих детей, подростков в крестьянские хозяйства? Это акт гуманизма был со стороны немцев? Или им просто не хотелось возиться с таким контингентом, ну, малопроизводительным, что ли, в условиях заказов на трудовые ресурсы с фабрик и заводов, ну, то есть этих людей, этих маленьких людей нельзя было так использовать на полную катушку, как взрослых? Ну, естественно, от них старались избавиться. Первоначальный период, вот после, сразу после карательной акции, их поместили всех в этот лагерь, и они там сидели тихо и умирали, то есть их не кормили ни надлежащий медосмотр, ничего, не одевали, они в чем прибыли, в том и сидели несколько месяцев, и вот только в апреле, в апреле надо что-то думать, а как от них избавиться. Самый простейший способ их был вывезти из лагеря куда-нибудь, и чтобы кто-нибудь другой о них заботился. Вот, и таким, вот, одним из организаторов спасения детей, можно было сказать, это был митрополит Воскресенский, он ходатайствовал перед немецким командованием, чтобы часть детей переместили как раз в Рижский монастырь, этот Рижский. на 126. И вот, у меня есть список, что туда переслали около 320 человек, там по воспоминаниям их больше было, но, не знаю, у меня есть список на 320 человек, сколько на самом деле было неизвестно. Через этот список монахини Евсеевой, там можно сделать также вывод, что часть была отправлена в старобряд, старобрядцам, это вообще, ну, окрас на 73, ну, порядка 100 человек, я думаю, там было отправлено. Сохранились воспоминания, что это прибыли дети в ужаснейшем состоянии, больные, практически умирающие. Вот, часть из них была распределена по жителям Риги, ну, и так им удалось многим выжить. То есть, данных о смертности детей вот в период с начала этой операции, это был февраль, по-моему, 1943 года, когда началась эта операция. Февраль-март. И эта операция проходила в Белоруссии и в Псковщине, в пограничных районах с Латвии, и она предусматривала зачистку 40-километровой зоны вокруг латвийской границы полностью от населения, то есть, уничтожение населенных пунктов полностью и ликвидацию, так сказать, сочувствующих и депортацию, эвакуирование населения, которое как бы не было замечено в каких-то антигитлеровских действиях, ну, вот, в разные места, в том числе, наверное, большая часть попала в Саласпилс как наиболее близкую точку, почему повезли именно сюда? Ну, вот это да, как вы говорите, это был ближайший такой пункт концентрации распределения, этот как раз лагерь в Саласпилсе он и был, он стоял практически пустым, после того, как уничтожили всех евреев, его начали использовать как тюрьму, ну, вот, перевезли всех близлежащих окрестных латвийских тюрин туда, кузников, ну, и он все равно был полупустым, и вот его решили использовать как такой концентрационный пункт для распределения дальнейшего свободной рабочей силы дальше как на месте в Латвии, так и дальше на запад. Я скажу, что порядок после проведения этой карательной акции в лагерь Саласпилса попало не менее четырех тысяч человек, но, кроме того, было в августе того же года еще одна такая карательная акция, в результате которой попало еще около трех тысяч человек, это была такая акция летнее путешествие, как раз таки вывозили неблагонадежных из восточных частей Латвии, там, Лудзе, Резек, Недаугавпилс, вот эти области, и известно, что порядка тысячи детей попали в этот лагерь после этой акции. Это были наши местные жители, которые привезли непонятно зачем в этот лагерь. То есть они пребывали без родителей или по-разному некоторые с родителями, с мамой, условно, с бабушкой? Большинство случаев, мне кажется, с родителями, поскольку если судить по воспоминаниям, то приходил какой-то карательный отряд в деревню, всех выгоняли, кто был в этот момент дома, всех старались угнать дальше. Всех неблагонадежных сразу расстреливали на месте или сжигали живем в сараях каких-нибудь. Те, кто выживал, тех гнали дальше на запад. Хорошо. Значит, еще мы установили одно имя митрополит Воскресенский, который ходатайствовал перед оккупационными властями о том, чтобы этих детей распределить. Как он узнал о том, что дети там находятся и что они в таком ужасном состоянии? Или не было таким секретом большим, потому что сразу же пошел слух по городу, что вот там в Салоспилсе много детей, начали приходить даже жители сами. Очень часто упоминается воспоминание, что жители сами начали приходить к воротам этого лагеря и начали упрашивать руководство лагеря отдать им какого-нибудь ребенка. В таких случаях зафиксировано у меня несколько. и вот сразу же все это прошло по городу и очень много хотели взять помочь чисто по-человечески спасти детей. Интересно, да, что люди наверное и сами в тот момент находились не в самой такой лучшей ситуации и сами нуждались и в то же время вот эта боль чужая, совершенно чужих детей людей она их трогала и вызывала такие действия ведь неизвестно было как те же самые охранники или там администрация лагеря отнесется к таким инициативам. Ну да, там очень часто говорится, что они подкупали охранников, чтобы их допустили к руководству лагеря, чтобы они как-то там взятки давали иногда, чтобы взять какого-то ребенка, спасти его. Да, такие случаи были. А кто унес охрану лагеря в тот момент? Кто работал в администрации? Местные люди или немцы? Ну, руководил лагерем тогда такой Курт Краузе. Он до начала 43-го года руководил охраной гетто. Рижского гетто охранником был. Нет, он руководителем гетто был. И потом его перевели на должность комендант лагеря в Саласпилсе. Вот он до августа 43-го, или 44-го даже, да, августа 44-го был до последнего момента его руководителем. А если посмотреть на всю систему лагерей на территории рейхском миссариата Остланд, как называлась тогда Латвия, то можно ли подразделить их на какие-то группы, да, то есть какие лагеря были стационарными, рассчитанными на удовлетворение спроса на рабочую силу, какие были пересыльными, какие были временными на какой-то период до выяснения судеб этих людей и потом ликвидировались. Какое вы можете рассказать об этом? Какое представление у вас сложилось или какое может быть у историков существует сейчас? Ну, было несколько типов лагерей, были вот такие рабочие лагеря, как говорится, были концентрационные, вот, например, официально в Латвии на 43-44 годы существовал один лагерь концентрационный только, это Кайзервальд, который находился в Межапарке, там, где сейчас стоит православная церковь на углу по-моему Вестеру проспект и тыл, или так там называется, вот, там сразу за ней, там где сейчас жилые дома, вот там стоял лагерь, он был предназначен для еврейских узников, и по подсчетам современных историков, там Маргер Вестерман проводил исследование, и он называет цифру, что через этот лагерь прошло около 18 тысяч человек, вот, кроме того, были лагеря еще военнопленных, они были намного больше по количеству и по вместительности, и насчитывали достаточно много бесплатной немецкой рабочей силы, один из таких лагерей находился центральный распределительный лагерь на улице Перновас, там где были казармы 5-го цесистского пехотного полка во время первой Латвии, первой республики, вот, сейчас они стоят заброшенные, но вот там есть фотографии, я нашел фотографии, как раз-таки он используется как лагерь для военнопленных, у этого же лагеря, стола к 350 он назывался, были отделения, около 15 отделений по всей Риге, это также были на заводах, в Салостоке одно из них было, там одну, три, три площадки использовались как лагерь отделения в Салостоке, вот там сейчас стоит мемориал военнопленным там было отделение на улице Ливземест, довольно много их было по Риге, я так по памяти все не назову, но порядка 15 их было. И количество военнопленных, которые содержались в этих лагерях, какое примерно? Если вы говорите о Казервальде, то что там было около 18 человек, тысяч человек, которые прошли через него, через лагеря военнопленных сколько прошло примерно? Сейчас вообще невозможно назвать цифру, если ориентироваться на цифры этой чрезвычайной комиссии, то они называют около 300 тысяч военнопленных, но проверить эти данные сложно, мне кажется, они больше составлены так, на свидетельствах, воспоминаниях, и они не представляют реальной картины. Почему? Я объясню, потому что в первоначальный период существования этого лагеря с июля до декабря 41-го года военнопленные, которые поступали в эти отделения, их даже не считали и не регистрировали, они были не нужны, поскольку уже запрос рейха о рабочую силу был удовлетворен более чем. И только были для них нахлебники, лишний кусок хлебра на них нужно было тратить, как могли уничтожали, то есть это было такое пассивное уничтожение военнопленных. Вот, например, отделение лагеря в Сталостусе это было просто поляна, окруженная колючей полкой проволокой и с вышками охраны, то есть ничего, ни бараков, ничего не было, это был просто парк, в котором содержались военнопленные, и от холода, от голода они умирали сами по себе, и что и требуется для нацистской власти. И теперь эти цифры, ну, их можно только по каким-то косвенным данным назвать, что вот в тот момент столько человек в этот, сколько, ну, примерно, ну, мой коллега, историк Александр Ржавин называет половину, как раз таки половину от этой суммы, где-то 50 тысяч человек прошли. Ну, я думаю, может быть, где-то правда между этими цифрами у нас есть звонок, давайте послушаем, добрый день, говорите. Добрый день. Вот я хочу сказать, что много лет тому назад, десятков лет тому назад у нас в цехе работала одна женщина, она такой, работа не очень чистая, но в углу она была вроде как изолирована, и уходить на другое место она не хотела, потому что она была такая замкнутая, она считала, она только там будет работать. Ну, пришло время, она ушла в мир иной, и вот, когда пришло время ее хоронить, выяснилось, что она была узницей в лагере Салостыл. И что самое интересное, на ее похороны приехало человек, 8, наверное, людей, которые были с ней в лагере, и вот мне запомнился один мужчина, который из Архангельска, он был председатель вот этого совета или вот этого общества бывших узников. Я сейчас, конечно, не помню, как это все у них называлось, но они были, меня поразило, какие они были дружные, меня поразила их общность такая, вот именно группа единомысленников, которые никого там не хаяли, никого они там не портфинали, никого они там не ругали, они были там как-то вот вроде как в себе, но при этом с какой теплотой они вспоминали ну своих же там людей, своих таких же как я, не пленников, и еще запомнилось, что никакой это не был трудовой лагерь, ну по их рассказам этих людей, это был лагерь смерти, и выжить там была огромная проблема, и вот с какой теплотой они отзывались о тех, которые все-таки выжили, и еще поражало то, что там вот там как они вот запомнилось, рассказывали, что это какой-то там Новый Год, вот это наша работница, ну она такая не своеобразная внешность была, она была на каком-то там на Новый Год, или на Рождество, или на Новый Год, они устроили такую, как самодеятельность какую-то, и вот она была в роли Гитлера, так вот он рассказывает, что даже охранники со смехом к этому относились, ну хотя вот она пародировала их там фюреры и так далее, ну теперь наверное уже никого из них конечно в живых наверное нет, хоть там и были малолетние, наверное, но люди, которые вот с ней работали с такими, как она, наверное, есть еще в жизни, да и можно жить еще, все, а вам конечно спасибо за то, что вы поднимаете эти пласты, которые великое сожалению, но очень большое количество людей, особенно молодого поколения абсолютно неинтересны, абсолютно не надо вот таким людям моего поколения еще это как-то наверное как-то впечатляет, потому что кто-то работал, кто-то ждал, кто-то ездил в этот лагерь, а молодые уже спросите, что это, где этот лагерь такой, они не знают, где это было, все удач удач большое за ваш рассказ, я вот кстати тоже вспоминаю из своей ранней журналистской деятельности, я ездила в командировку в село, это где-то под Екапелсом, и встречалась с женщиной, которая работала дояркой, и ну совершенно простая женщина, и вот когда мы с разговаривались, выяснилось, что она тоже была узницей Саласпилса, у нее после этого заключения, после этой полосы в жизни, которую она пережила, в общем-то никак не сложилась жизнь, она не смогла забеременеть, у нее не было детей, потому что видимо какие-то жизненные важные функции были повреждены безвозвратно, но меня вот тоже поразило ее такое светлое отношение к жизни, да, то есть она тоже не проклинала свою жизнь, она была как-то очень настроена к людям, человечная, любила людей, и вот такие встречи, конечно, они потрясают. У нас есть еще звонок, давайте послушаем, добрый день, говорите. Добрый день, простите, пожалуйста, я не все слышала в вашу беседу с историком, но у меня такая просьба, я вообще дочь узника концлагеря, и имею, не просто имею, и помню очень хорошо, мне было тогда лет шесть, и помню по рассказам отца, и помню, как гнали по марскому шоссе женщин, как их провели собаками, трудно говорить об этом, но если при историка представляю я какой-то интерес, пожалуйста, передайте мой телефон ему. Хорошо, давайте мы с вами созвонимся после эфира, потому что номер, а, или вы продиктуете свой номер? Нет, я вам разве не отметился номер у вас? Нет, не отметился. Есть номер, есть номер телефона, звукорежиссер Родион Золдарев нам показывает, что есть номер, так что мы с вами созвонимся, я Владу передам ваш номер, и я думаю, что это очень важно, и обязательно, конечно, нужно фиксировать. Спасибо вам большое. Итак, сегодня мы с Владом Боговым обсуждали тему исследования Саласпилса этого места, скорби этого места, смерти, действительно, и места человеческого подвига, потому что нашлись люди, которые взяли на себя смелость поднять вопрос о том, чтобы спасти детей, которые находились в Саласпилсе, которые фактически были обречены, и благодаря подвижничеству этих людей, тому, как они перенимали этих детей, записывали, фиксировали их данные, благодаря тому, что они стимулировали возможность для крестьян получить этих детей, подростков в качестве работников, но я понимаю, что работники, они были, может быть, не столь эффективны, это был, наверное, акт милосердия тоже в каком-то ключе, благодаря которому многие сотни детей спаслись, смогли прожить эту жизнь, увидеть синее небо над головой, И вот наш сегодняшний собеседник Влад Богов собрал 6200 имен узников Саласпилса, которые вышли из небытия и, наверное, останутся в истории. Я думаю, что тот сайт, ту базу данных, которую он собирает, он как раз, может быть, для молодого поколения будет лучшим каким-то проводником в то время, потому что это действительно имена, фамилии, даты рождения, через которые наш современник может себе вообразить масштаб того, что происходило в те времена военные, масштаб трагедии и масштаб человеческого подвига. Спасибо, Влад, за вашу работу, за ваш тоже подвижнический труд исторический. И я думаю, что мы еще не раз встретимся с Владом, чтобы поговорить об исторических темах. А в программе «Очевидец» с вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго, до встречи через неделю. Мы знаем,